дорогие друзья здравствуйте я приветствую вас на своем канале желаю всем добра здоровья вам вашим близким родственникам знакомым и творить благие дела сегодняшняя тема моего ролика это мобильное устройство для получения электричества от несекамого источника энергии вселенной эфира я долго ждал разрешение на демонстрацию этого ролика мне его недавно дали уже энергия это будущего немножко опережает наше время но я это вам дают только лишь для той цели чтобы ну была какая-то уверенность у вас надежда что источники существуют уже энергии получения из окружающего нас пространство при том тут ничего не крутится не вертится не двигается излучение может тут какое-то высокочастотное и идет не исключаю но вполне реальная защита сделать экраном там весьма то графита там фольгой это не вопрос тяжело добиться но результата хорошего потому что автор находится все время под этими полями но а для эксплуатации человека эти поля можно ограничить и чтоб они для здоровья были не вредны более того можно и вдали держать эту установку я вам все расскажу сейчас покажу как она работает гарантия что она тут никакого нету фокуса трюка я лично вам это показываю буду показывать сейчас я вдали нахожусь от этого как бы устройство и автора поэтому я вам не демонстрирую в живую но демонстрирую то что я лично мы засняли то есть я вам с экрана демонстрирую ну можете мне верить что это существует перспектива очень большая и идет сейчас доработка на высоком уровне есть небольшие нюансы резонанс иногда пропадает по многим причинам уже все в мире меняется тут нужно очень четкая настройка контуров на резонанс сделать стоячую волну поэтому идет доработка сейчас совершенно новой конструкции по высокой части она сделана сейчас только отвязка низкой частоты от высокой и ею пользование по что самой высокой частотой нельзя пользоваться ее надо преобразовывать в низкую а низкую уже преобразуют в наше реальное напряжение которое я вам сейчас покажу вот что еще хотел сказать все сейчас я вам продемонстрирую расскажу технические характеристики параметры размеры вес как это все работает конструкция но ничего тут сложного нет а главное главное стоимость вот этих деталей если их закупать ну там на алиэкспресс или где-то ну со слов автора 50 долларов я набрасываю еще 50 100 долларов остальное это труд а самое главное поиск поиск правильного решения штамповать их это копейки будут стоить а вот чтобы добиться этой штамповки выпуска отдать как говорится в свет это не один десяток лет ну ну десять лет это точно автор потратил он сам молодой но вот лучшие годы большинство ушло вот на эти изделия поговорим об этом попозже сейчас чуть-чуть буквально перед демонстрации изделия по теме ролика хочу пару слов дополнить о моей поездке к юре в татарстан этот ролик там их было три даже четыре произвел большое впечатление на людей очень много заказчиков но я вам скажу так что заявок много но пока мы не получим информации о работе изделия под нагрузкой я пол принцип показал работы а я хочу что под нагрузкой я должен увидеть это сам и сделать еще одно видео для вас юра меня пригласит чат мы закупать за не закупает гелевые аккумуляторы и они старые то сделают то устройство которое можно эксплуатировать но я должен убедиться потому что я на свой канал не допускаю ложной информации я не копирую ролики там с youtube вот смотрите мне часто ссылочки дают десятилетней давности ну что это за помощь я лично езжу лично смотрю лично знакомить за комлюсь и проверяю кстати коробочка соколовского которые когда-то раскритиковал и люди она сейчас москве у митина алексей валерьевича но специалиста по торсионным там технологиям по водороду я вам показывал его ролики она показывает очень хорошие результаты на днях вот зайдите на его канал митин алексей валерьевич а если ближайшее время он вот выходные он запустит окончательный ролик и если там все будет хорошо то теоретически эти коробочки можно выпускать там всего четыре детали я его просил с аккумулятора запитать индивидуального источника энергии и чтобы аккумулятор был на самозапитие а в сеть втыкать экономить счетчик останавливать но это не то сами знаете к чему это может привести так что может и перед соколовским придется извиняться и его поощрять за его может но пока не уверен я этим сам не занимаюсь так вот когда говорить о покупке юры технологии бедение там вот это так рано будет конечный результат будет разговор я всем отписывался все люди у меня на контроле как говорится кто писал мне письма я им отвечу если будет отличный результат который я лично увижу я с ними опять спешусь установим цену пожалуйста можете приехать взглянуть ну что хотите если я буду уверен если я не уверен хоть там на 5 там на сколько-то процентов я не хочу подводить своих подписчиков чтоб на меня потом показывали пальцем что елгунный обманщик и в сговоре с нечестными людьми вот это что касается юры отпишу всем кто мне писал письма никто не забыт ничто не забыто хочу несколько слов сказать жене юрия гульфи и вот кстати это юлия сейчас минутку все не предусмотрен дорогие друзья когда и показал вот этот вот трассионный генератор но я его рекламировал работа митина там и кут форсунка ну много чего органатор вот видите она взяла его в руки и говорит михаил очень хорошая энергия идет я ее вижу она по как бы ну видит тонкие поля и вот здесь вот на конце идет пар вот такое облачко из пара а выше пара она говорит образуется вот такое облачко какое-то плотное но пар как бы концентрируется а дальше идет луч вот это поле она видела и митин митин это проверял на приборах его один так что тема рабочие работает как она работает я уже говорил много раз повторяться не буду потому что тем вот видите тут у меня выключатель год включаю матрицу светодиодную кристалл только хлорид и вперед луч идет усиленно этими пирамидами рекомендую связаться с митины но и не пожалеете я этим прибором пользуюсь каждый день в обращениях к определенным ну грубо говоря сущности вот хорошим в этом слове не к сатанистам дальше про гульфию она занимается массажем причем его оздоровительное воздействие я проверил лично на себе она видит больные органы но руками по их ней энергетики а значит как восстановить их энергетику то есть она сразу прикасается каждый орган определенное излучение дает более того более того он показывает где органу плохо и она этот процесс восстанавливает энергетику органа занимается этим 16 лет как потомственный как потомственный целитель я после двух сеансов от ну сеанс час-полтора длится очень хорошо стал себя чувствовать цена на сеанс очень щадящие электричка отказание ходит в их поселение где они живут шикарный поселок 140 рублей на полтора часа гостиница прекрасно я в москве таких гостиницах порой не жил 1100 рублей в сутки там есть одноместное двухместный там 1200 рублей то есть гульфия видит и проблемы человека не только по его здоровью не только видит что нужно подправить но и другие проблемы человека которого он наработал своим ну мягко говоря неправильным поведением желающим могу дать ее номер телефона пишите мне на одну из ее почт по теме ролика хочу сообщить что данная технология и само изделие немного опережает наше время но мне разрешили показать это видео с моим участием возможно я рискую своим здоровьем но я добровольно принял это решение без демонстрации пафоса там жертвенности фатализма а только с одной целью дать людям надежду на существование перспективного источника энергии для их комфортной жизни вдали от прелести прелести беру в кавычки цивилизации нашей ну то есть моногорода в этих я бы и сказал гнойника на теле человека переходите жить ближе к земле создавайте к поселения родовые поместья переходите к общественному управлению к общинному управлению не нарушая конечно законы пока что российской федерации ну тут должны юристы хорошо работать пошли чиновники есть пути которые чиновники обязаны вам помогать в этом направлении при том заселение земель будет восстановление лесов которые загубили и вырубают до сих пор а если мы леса будем восстанавливать дерево совсем по-другому дышит дает ауру и в этой ауре человек оздоравливается то есть мы и дереву даем хорошего и сами получаем благо то же самое касается и животных кстати энергия к нам придет как только мы сами будем готовы ее принять для благих целей а что для этого надо а просто три вида людей существует как недавно один сказал политик которого прекрасно знаете первое обманутые люди зомбированные и спящие им хорошо в этом мирке второе знает что они обмануты но ничего не предпринимает чтобы выйти с этой лжи ну лежа на диване и все проклинают как все плохо будем ждать как мне пишут им что-то показываю хорошие они как будем ждать нуждите помогать надо участвовать и не ждать и третья категория людей это старается что-то сделать для блага себя своих близких и всех людей то есть вот когда третьей категории будет больше людей чем первых двух ну или какой-то процент определенный то тогда все изменится и энергия к нам придет а моя задача показать что эта энергия уже есть просто отмашки не дали пока в бездуховном и безнравственном обществе эта энергия может привести к нежелаем последствиям вплоть до уничтожения нашей цивилизации вот если дать эту энергию которая сейчас буду говорить но скоро все изменится свежий ветер перемен даст нам новую жизнь даст нам новую жизнь и пользование не исчерпаемым источником энергии он уже есть но многое зависит от всех нас время когда это произойдет давайте его приближать будьте на светлой стороне когда я служил в десантной части на урале перед наш перед прыжком всей нашей роты сбрасывали сначала бойца как мы говорили на мясо ну в принципе это самый опытный был десантник который мог выйти из каких-то нештатных ситуаций то есть он мог и разбиться но зато была корректировка на ветер куда его сдуют или на скал или на огонь или на лес для всех остальных их безопасного полета а уже при втором заходе самолета на точку сброса уже знали куда какой ветер идет ну так у нас было принято конечно можно сбросить мешок с костями группа говоря с грузом но живой человек и живой человек он потом радировал как чё какие потоки и пошел сброс всех десантников вот это звали на мясо я добровольно выбрал свой путь на мясо показываем вам это ролик чтобы другим было легче да и в моем понятии смерть как расшифровывается в каждом слове есть расшифровка особенно в старинном иностранном что мы сейчас наводнили нашу россию матушку там хорошего мало а вот русском понятие смерть это смена мерности первые три буквы смена сме с с смена смерть мерности ну чтоб вы меня понимали то есть костюм костюмчик изношен и остается на земле а наше я сознание душа принципе одно и то же это все и так далее не учитажимы и возвращается снова для прохождения опыта в школу жизни на планету земля то есть на путь реинкарнации которые отвергают современные даже и ученые особенно церковники нашей христианской веры вдумайтесь пророческие слова игоря талькова я знаю что хоть через тысячи веков я вернусь страну не дорогов а гениев если что ну я говорю я не жертва не считаю себя жертвой и верю в успех ну мало ли что ну останусь в ваших сердцах и молитвах зато ну какая-то надежда появится и у других как говорил но но мы еще пошумим старый дуб яков какой-то фильм был старинный советские там один другому говорил по моему жулик но мы еще пошумим старый дуб яков вот я думаю что мы еще пошумим с вами дорогие друзья и я с вами не расстаюсь и так от болтовни перехожу к делу но без этой болтовни уважаемые люди я даю не только технические какие-то консультации информации особенно молодым но маленькие маленькие направления в жизни как ее улучшить и для подрастающего поколения а может старый человек кто-то меня послушает скажет боже мой так я искал всю жизнь ответ на этот вопрос а вот он оказывается где на поверхности поэтому бы за этой болтовни беру ее в кавычках для вас болтовня для некоторых а для меня это суд жизни смысл и цель поэтому извините я вот в каждом своем ролике немножко делаю вставки ну проговорил да но может о чем я говорю важнее даже чем приборы прибор это мы сделаем а вот как на свою жизнь улучшить и не растратить его попусту это наиболее серьезный сложный вопрос и так к делу кстати меня предупреждают об опасности терять мне нечего там и все и я брать обрести могу многое и вот эти все предупреждения пожелайте добра лучше удачи или помощь моему каналу кожи михаил будь аккуратен будь осторожен я считаю это не предупреждение а меня запугивание а запугивание меня вы даете отрицательную энергетику давайте добро с радостью ну поблагодарите на словах а может то на деле поблагодарить вот для меня чего важно они вашу извините берегите себя да этих истребили тех истребили слободян и пошло-поехало начать мне на это у меня свой путь уважаемые подписчики мои я его хочу пройти достойный принести вам какую-то пользу вот только для этого не надо меня пугать и стращать я больше вас знаю за 20 лет поиска кто и что кого вы убрали из жизни я не переступаю грань кстати я не разработчик этого изделия пытай не пытай меня я ничего вам не скажу пошли я ничего не знаю более того если я вам сейчас все передам что знаю сам вы тоже будете 18 тысяч моих подписчиков об этом знать но какая зачем меня уничтожать тогда надо и всех вас 18 тысяч уничтожить то есть надо быстрее распространять информацию если я ее дал вам я уже вне зоны опасности поэтому не надо меня предупреждать и без вас все знаю но я умышленно еду на этот путь вот и все не будем к этому возвращаться так а не что земное мнение чуждо и есть у меня любимые родственники с которым я хочу общаться и которым хочу любить и помогать ну что делать так определилась моя судьба и так по теме один из моих подписчиков очень верно и точно сказал об этом изделии что подписчик он недавно высказался когда юрины ролики шли сергей царёв чё он не скрывается я его низкого скрывая в комментарии к подобному холодному току то есть это радиантные энергия холодный ток что его надо превратить в обычный там один человек задал вопрос с помощью высокочастотного выпрямителя вот то что коробочка вот это вот я ее зову коробочка которая перед вашим здоровым это высокочастотный выпрямитель с него получается постоянное напряжение 310 вольт я вам сейчас продемонстрирую как это все работает вот вольтметр я ошибочно поэтому он внизу я бы из очков плохо там видел ну думал 230 лампочек ничего подобного это 300 примерно а вот подписчик царёв пишет 310 меня он вдохновил потому что он четко указал напряжение и когда я смотрелся вот сейчас увидите там не 230 вольт а именно 300 с небольшим то есть совпало и некоторые люди это делают некоторые но не находятся дураков чтобы его демонстрировать самим ну я как бы пацану лицо но бросили меня на мясо но проверяют может как реагируют эти эти сущности которые хотят нас повести по ложному пути бояться не надо страх не наш попутчик так вот от него можно питать вот от этого источника не все современные электроприборы но довольно много светодиодные лампы светильники телевизоры компьютеры зарядные устройства и даже инверторные холодильники если к нему добавить преобразователь переменного на в перевенное напряжение а это не вопрос это очень быстро решается то можно запитать все вот это слова царева с которыми я полностью согласен ну люди видно занимаются просто я говорю что не 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 все дураки которые которые показывают вот кстати кстати вот поэтому 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 вот основной принцип действия как вы поняли холодное перевести в обыкновенной то есть говорю технической информацию и включая ролик как работает включать буду выборочно по специальной схеме кстати так всегда эта бумажечка у меня вот что ни делай все куда-то уходит представляете этой головная боль там выборку нашел и опять уже нет этой страницы начать поищу коробочка размером 20 на 22 сантиметра вес около ну двух трех килограмм я ее не взвешивал цена детали повторюсь вот 50 до 100 долларов запускается батарейки крона 9 вольт вот тут вот есть кнопка запуска вот она но мы специально вывели для показания а вот тут батарейка крона устанавливается в свободном месте вот здесь вот но мы ее как бы наружу вывели провода чтобы вы видели как происходит пуск буквально прикасание считанные секунды так запускается три генератора импульсов вот примерная схема расположения еще и в влиянии специалист и при определенном резонансе в первичных и вторичных катушках контурах контура вот этой катушки получаем высокую 2 мегагерца чистоту и низкую 20 килогерц примерно там с десятыми создается стоячая волна заряжается конденсатор выпрямляется напряжение и подается в нагрузку вот принцип действия вот сюда будем подключать нагрузку повторяю 300 вольт 300 вольт никак я говорил 230 это ошибка моя и с мощностью 100 ватт под это устройство я вам покажу что я мы с ними можем сделать даже аккумулятор зарядить но пока сейчас новая конструкция разрабатывается уже там пошли киловатт но пошли они еще не пришли но автор знаю что делать поверьте поэтому поэтому увидите что там делается а дальше уже разберемся требуется заземление то земля или вода я вам демонстрирую от газовой трубы сейчас покажу эту трубу сейчас это устройство модернизируется я уже сказал и киловатт можно получать но это тоже длинный путь сколько скажу позже не спрашивайте меня дальше конструктивные особенности с автором связать это все закрыто здоровье автора для меня важнее чем мое после у него глаза на рассвет а у меня как говорится уже на закат единственное что приглашаем заинтересованных лиц к участию в модернизации этого устройства то есть получение киловатта мощности и в надежном устройстве на венчурной основе то есть венчурная основа это какой-то фонд посылает деньги человек разрабатывает устройство до логического конца но случае неудачи возврата этот денег не происходит и никаких обязательств у изобретателя нет почему поможет а новое направление может что-то какие-то нюансы быть а что человек должен квартиру что ли продавать поэтому вот есть такие венчурные фонды если кто-то имеет с ними связь или там участвует в этих венчурных фондах пожалуйста а частника найти очень сложно но они как каждую копеечку считают и если мы этого частника будет вкладывать в проект он сразу считает деньги а сколько же он должен получить маржу как как это слово такая маржа вот а венчурные фонда они для того и существу получилось все как говорится в шоколаде не получилось к автору никаких претензий вот только на таких условиях автор готов придать кстати ему за эту коробочку евросоюзе давали три миллиона евро но человек здравомыслящий не клюнул на эту наживку и он знает чем заканчивается когда берешь эти деньги более того это как бы сырой вариант они готовы даже взять и сырой вариант вот на этом венчурном договоре что человек не несет ответственность если там она откажет через там сутки двое месяц года работы но он знает что она не совсем надежно пуша надо на подстраивать контура зависимости от общей ситуации сейчас это все меняется вот представляете но не пошел на три миллиона евро не клюнул потому что человек здравомыслящий а то клюет те уже далеки от нас вот что касается теперь ищу запись тут представляете какой-то парадокс так обидно потерять эту бумажечку извините ура нашел делаю подстройку постройка не сбилась пошли поехали друзья учтите такое вряд ли кто покажет риск есть но риск благородное дело еду на него добровольно за это могут дать пожизненное а вот за второе что я вам сейчас тоже расскажу там высшая мера но куда деваться ну как требует жертв итак показываю вам основные фрагменты фрагменты этой работы так сейчас минуточку я уже выписал чё основное показать так смотрим внимательно фрагменты будут уж это много болтовни лишние зачем я буду тратить ваше время плюс-минус только прикоснуться друзья покажите пожалуйста я сейчас одену ночь сколько там 220 или 230 видите 303 члены всего ну не словно 230 датчик такой не очень вот могу я замерить тестером конденсатор вот смотрите я говорил 230 но снизу той базачков вот как царев подтвердил 300 с небольшим это первый фрагмент идем дальше счетчик щелк щелк но все равно в конце пути придется рассчитаться сутка 220 вот вот смотрите я включается лампа вот пожалуйста мощность небольшая я вам говорю и это покажите пожалуйста в этот метр что ничего просадки никакой нет как было 230 220 так я увидел около 3 около 310 310 вольт идем дальше то есть самые интересные фрагменты не могу все показывать но долго и болтология я же люблю болтать идем дальше маленький и сейчас дойдем до ноутбука 19 вольт 5 ампер на зарядном устройстве вот смотрите михаил архангий смотрите там и покровитель небес пошла зарядка и и мы так мычание пошло идем дальше так неудобно можно было сделать программу но где я нахожусь мне не не помогли приходится вот так вот делать извините ну лох в этом деле перед вами аккумулятор у вас сотовый телефон разрядился надо его зарядить надо его зарядить заряжаете всей группе всей группе вот такие аккумуляторы элементарно копейки стоят и его заряжаете от этой коробочки очень много штук вот пожалуйста пошла зарядка аккумулятора зарядился этот аккумулятор вы можете всей группе туристов например зарядить эти аккумуляторы и туристы будут сотовой связи это примерно но коробочка не для этого это коробочка сделано чтобы увеличить ее мощность пытаемся от 10 киловатт ну хотя бы до 200 киловатт и ноутбук вот смотрите экран экран горит тускло и вот здесь я специально просадил аккумулятор на зарядном устройстве на зарядном устройстве но тут я не буду вам показывать близко вы все знаете я прочитал сейчас 19 вольт 5 ампер 485 ампера включаю вот все что было у вас на виду ничего тут никаких фокусов трюков нет потому что любой из вас может взглянуть на эту коробочку кому это будет дозволено включаю экран заметили экран и вот 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 аккумулятор вот аккумулятор вот вот этот вид виду да в камеру идет зарядка но минимум минимум 100 на 100 вот что я хочу еще сказать что теоретически теоретические это начальный путь оконечный путь любой из начиная но мы будем делать от 10 киловатт от 10 киловатт и выше и 50 и 100 извините пока загнул дай бог чтоб какие-то киловатт и качнуть будем реальны хотя все может быть автор полон инициатив что все получится и уже пошел по этому пути мощному но нужное время и конечно средства желающие пожалуйста подключайтесь на венчурной основе идем дальше все зависит все зависит от финансовых вложений в это перспективное изделие я вам скажу что по крайней мере в россии я не встречал такой технологии мне по крайней мере никто не показывал а если даже у кого-то и есть то люди но это не решили это это пока не для широкого круга людей вот друзья еще извиняюсь за свой вид и там трусах хожу но там такая жара стояла где я показывал комнатку я одну снимал поэтому уж извините что в каких-то трусах там разговаривают так ну ладно не смотрите на внешние смотрите на внутренние идем дальше друзья что могу трена так кончевую свое повествование это друзья мои технология будущего и очень бы хотелось чтоб кто-то из вас повторяю не для широкого просмотра нигде это не будет кто-то из вас путь это я говорил пока мне было не разрешено сейчас ну процесс пошел в открытом доступе поэтому уже что я говорил раньше нигде не будет но уже везде есть 18000 сегодня просмотрят неужели меня уберут если 18000 знаю то что знаю я ребята держитесь участвовал в достижении и в получении большой мощности по этой технологии все есть стоимость запчастей невелика пока тут труда много ручного нас какой-то линии по точно это все и изделие стоит недорого главное технология и если кто-то будет вкладывать средства при том невеликие средства то для такого изделия что возврат и отдача этих инвестиций будет практически мгновенно потому что этого еще нет но я не знаю как это с электромобилем совместиться там с водным транспортом потому что нужна земля кстати извините мне уже потом сказали что заземление вот чтобы а трубы я показывал а я его не по ну не суть важно вот провод заметьте идет по полу это к трубе можно и на водном от воды заземление делать то есть могу гарантировать что тут не липы не туфты никакой нету я ее поднимал смотрели никаких аккумуляторов ничего нет более того если кто-то заинтересуется мы обязаны же показать а что мы будем человека приглашать так с ним это ля 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 тополя это все таки для сатанарного пользования я не говорю где это будет применяться потому что вы сами знаете где это может применить в любых объектах которые удалены от газовой сети и от сети электроснабжения в полевых условиях мы получаем практически любую мощность вот на этой позитивной ноте я с вами расстаюсь так нет я еще вас немножко попытаю уважаемый человек быстро вы хотите отскочить терпи казачок назывался груздем полезай в кузов вот видите провод под низом только что был показан вот он идет той газовой трубе по кухне да например эта рука у меня дрожит друзья от радости что я держу такое устройство он проводочек идет на газовую трубу не аккумулятора внутри не каких-то секретных батареи ядерных ничего там нету гарантия сто процентов мне но нет смысла моем возрасте обманывать тем более как если я показываю такую коробочку на мясо пустил себя на мясо и вот только провод идет газовой батареи вот я даже его поднесу вот вместе с проводом его то есть никаких аккумуляторов никакой липы и более того какой смысл что-то тут нам обманывать если ну и веса пожелает это все увидеть поэтому тут все четко все чисто и очень перспективная эта вещь до новых встреч дорогой мой друг но тут человек немножко помогал покупать оборудование для проверки и как бы я для него решил поблагодарить закрытом доступе только для него поэтому я говорю дорогой друг находятся люди кто помогает но я предлагаю подключиться кому-то серьезному человеку внедрить денежки вот на той основе что я предлагал а если все получится у наш компаньон на равных условиях вот такая просьба к вам это что касается первого устройства которые я вам говорю знаете что я наверное не буду сейчас переключать все эти камеры сделаю вот так вот так как бы мне сделать чтобы вы не видели там вид ну ладно то есть если это изделие я наговорил на мягко говоря пожизненный срок ну черта знает что может быть хотя 18 тысяч это те люди которые меня поддержит и которые уже знают вы тоже уже кстати опасны кстати можете распространять его чем больше узнаю тем быстрее мы найдем специалиста по по помощи нам как бы на по жизни то что вот я сейчас вам еще поведаю лично что я видел без болтовни просто продемонстрировать мне добро не дали после этого ролика щас начну с этими людьми работать может они мне и и разрешать то вот то что я вам щас покажу то это вообще смертная казнь вот смотрите не обращайте внимание уже на заставку вот был я у своих друзей но у одного человека вот мне показали такую коробочку аккумулятор обыкновенной но как это аккумулятор они использовали эту коробочку эту коробочку для определенного устройства и показали мне как она работает то есть в этой коробочке сосредоточено напряжение 400 вольт и мощность около 4 киловатт с огромным сроком работы но там не показывали 10 лет коробочки было ли 5 не помню ну там напряжение падает там 350 или 300 уже упала там за 10 лет причем вот эта коробочка выдает мощность согласно подключенной нагрузки это я вам показал размеры аккумулятора ну вот примерно там 15 на 10 вот толщина может чуть подлиннее но на 5 сантиметров не помню вот то есть этот корпус он взял значит что подключили мощность но мне подключали лампу нитевую 220 вольт там на 100 ватт обогреватель утюг там вроде 220 подключайте коробочки она забирает на себя столько сколько положено мне пока как бы не давали разрешение мои друзья потому что потому что я с с ними не связывался но время идет может уже и дадут тогда я съезжу к ним также живьем все подключу покажу что греется как работает вкратце могу сообщить ну я болтун на вышку уже наговариваю что работает на энергии кристаллов сначала они заряжаются около пяти дней по специальной технологии а закачивается энергия а затем годами она работает кстати я вам уже говорил в лесу там сибири повстречали одного одних там туристов или туристов или каких-то спец органы с подобным коробочками всю ночь отапливались там светили и ничего она не разрядилась вот пожалуйста они уже технологии те работают но не для всех если будет добро тоже смогу продлить сотрудничество предложить по финансированию на венчурной основе ребятам тоже нужны средства чтобы показать мощную устройство не 4 киловатта может 20 покажут то есть для инвестора это очень приличная будет потом возврат инвестиции то есть можно в зависимости от размеров еще мне сказали что если у это устройство вскрывается то происходит типа динамического удара но привели пример вот стула стоит в комнате стула упадет то есть не надо его вскрывать можно самому повредиться вот я с этими людьми не веду переписку не с первой тигны 2 но с точки зрения безопасности этих людей даже с ними не разговариваю только при личной встречи семя дадут добро я покажу вам это ролик вот что ну в принципе их не а жизнь то дороже дороже чем моя пошла я говорю вам у меня глаза на заката у них на рассвет их надо беречь таких самородков 2 там уже как бы немножко пожилой 1 вот я вам это устройство показывал ну парень возрасте наполовину меньше моего когда же это произойдет мне один год да чё ты показываешь если этого нигде нельзя купить ну представляете какой уже мараз а произойдет когда сменится направление вектор направления развития общества от стяжательства накопления повсеместной лжи и обмана к созиданию любви кстати любовь что такое любовь любовь чувства это принятие любого от слова любого не только близкого своего но любого путника странника ну кого вы не встретите у каждого свой путь почему мы должны его презирать а может он наш учитель как узнать когда время придет это уменьшение разницы в доходах бедных и богатых общины строй и самоуправления своим же обществом с отзывом зажравшихся и нечестных представителей когда мы выбрали но что в принципе невозможно после мы выбираем зная кого затем что еще тогда источники энергии моментально будет доступны каждому они уже есть и без духовное общество уничтожить само себе потому что но в этом обществе нельзя будет жить другим людям а что надо то просто начать себя задать вопросы кто есть цель смысл и на творить добрые дела ответ мой зачем говорить если этого нет продажи я уже сказал что нужно давать надежду эти технологии продвигать наступит время и они будут доступны всем по дешевой цене это ответ тому мне недавно подписчик мой знаком а зачем ты говоришь о том ну ну смех берет вторая фраза уничтожает меня ой спасибо и хорошо ждем чё ждать да помогите этому михаилу дайте какую-то материальную помощь чуть-чуть дайте поднимите свою задницу что-то делаете сами поддержите канал ждем фразы для меня уничтожающие и за вас беспокоить не надо беспокоиться пожелайте добра окажите какое-то содействие с добром добро ко мне и придет а если вы беспокоитесь это беспокойство перейдет и на меня как говорил один знакомый раньше того ничего не будет а того что условия которые создаем мы сами люди выбирая путь кому служить свету или тьмы но есть такое еще эзотерическое посидорову георгию борьба идет вечно добра и зла это орден гора наш старый славянский род орден гора и орден сета сета вы сами знаете библейский проект поэтому вот между ними постоянно борьба и никогда не будет потому что это силы света и зла они идут все вместе это две стороны одной медали друзья мои вот я наболтал вам на вышку но что делать кто-то должен быть первым пробить дорогу помним слова талькова что я обязательно вернусь страну не дураков а гениев я на это надеюсь что будет у нас страна гениев это великая россия расселяйте заселяйте землю создавайте общины энергию мы вас обеспечим притом хорошей чистой безопасной и надежной вот пожалуйста всего хорошего вам я рад что вы меня досмотрели извините за мою болтовню но это болтовня нужно нужно для светлого нашего будущего до новых встреч надеюсь на моем канале жду вызова туда кьюри в казань мы постоянно с ним разговариваем мощно закупает то что надо поеду еще раз сниму и тогда уже будем решать вопрос по распространению его изделий вот вкратце на этом остановимся всех благ сил спокойствия терпения здоровья и не слушайте сук и обходите дятлов когда идете по на в нашем обществе всего хорошего до новых встреч